Войска 1-го Белорусского фронта Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлином, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом 2 мая в 15 часов прекратил сопротивление сложил оружие и сдался в плен. Уходит на запад дорога прямая Сквозь все демократии нашей судьбы 9 мая, 9 мая Похоже на небо, но все-таки были Где плавает то сгоревшего запах Где всей нашей жизни начало-начало По ней наша сила ходила на запад И там ее запад цветами встречал А в небе струятся густые гуаши И запахи лета летят над водой И смотрят оттуда дивизии наших Веселых, красивых и юных дедов Лишенные смерти у последнего права По заднице громко отшлепывают нас А мы потихоньку меняем их славу На тапке китайцев с клеймом Адидас И пусть эта мысль там кого-то тревожит Пока сохранится хоть капля пути Мы этой дорогой когда-нибудь все же Когда-нибудь все же сумеем пройти 22 июня 41 года На территорию нашей с вами страны Вошли объединенные войска 25 европейских государств Углавляемых немецко-фашистским вермахтом Вот лучшая армия мира Возглавляла эти замечательные войска Вот И никуда от этого было не деваться За три месяца войны Красная армия потеряла 3 миллиона пленными И полтора миллиона убитыми и ранеными Все миллионы наших танков Пушек, самолетов, карты Достались немцам И Первое чудо произошло 70 лет назад Вот в наших с вами подмосковных лесах Когда совершенно отсутствующая оборона Вот Вдруг Выяснилось, что это обороны Достаточно для того, чтобы остановить Нибелунгов Вот Которые были вооружены идеями Нитши Что не надо жалеть слабого Не надо женщин жалеть Надо просто Расширять жизненное пространство Для своей великой страны Вот И 4 миллиона человек жило в Москве 8 800 тысяч ушло в ополчение После всех кошмаров 30-х годов После всех Вот этих вот Ужасных вещей После паники 16 октября Когда Из Москвы В Москве остановилось метро Всю милицию бросили на фронт Вот И по улицам бегали толпы людей Которые грабили, что хотели Вот Тем не менее Наши с вами родственники Остановили Вот этих Вот этих вот Супер людей И Все поняли, что самое интересное Только начинается Московское ополчение 41-го года Под листопадом Перешел Под палевый Под осень Волшебный Торжества Уходит на войну Москва Святая война Уходит Пастернакова Москва И репиные дуды Гилеровские Торжественный И неумелый Строй И затихают Улицы Московские Наполнив ожиданием Воздух Свой Уходят Садовая 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 Мятая примет творческие их пути Идут, но все же в мае 45-го Берлину в ополчение пойти Песня называется «Батальонная разведка» Но вот это моя батальонная разведка Она относится к Великой Отечественной войне Я ее еще написал, еще до того, как я услышал великую песню Игоря Николаевича Морозова Я ее назвал «Батальонная разведка» Когда люди идут наступления У них нет космической разведки У них нет аэрофотосъемки У них есть просто то, что принесли им Вот впереди идущая батальонная разведка Ползущая на животе по снегу Которую ждут засады Вы видели фильмы о нашей разведке Вот когда целые подразделения Бесследно исчезали, потому что немцы воевали очень хорошо Вот и Батальонная разведка Ну вот разрывы за спиной Черный лес стоит стеной И кто-то в недалекой чаще воет И никого уж рядом нет со мною И ветер гнет деревья до земли А на реке так тонок лед Поторан мост, утерян брод А впереди засада ждет и мины И только три патрона в магазине Но сам себе шепнешь Ну что ж, пошли А за спиной и более ад Ребята там в снегу лежат И выкрашен закат в крови, как пламя И пусть перевинтован облаками Но время есть лишь, чтоб свести затвор В чужом плече дрожит приклад Мой рваный ангел Москалат Он мой Иисус и Магомед мой тоже И на снегу один лишь да поможет Коль поймет засады прокурор А в общем случае на войне редкий Внимание, чтоб такое заслужить Передний край нащупала разведка А где конкретно надо доложить И мимо шороха в чужих пройти И до утра дожить И будешь мастер в спину кашлять часто А после на нейтралки просто счастье Когда услышишь тену в дегтяря И лбом распахивая снег Ползи час и год и век А над тобою трассеры с залетом И в свою губу пасть согнувшись круто А уж потом сознание потерять Узнав, что в этом сущность бытия Ну что же случаи наводения лети Коль наступление с утра до утра Передний край нащупала разведка Собою обозначив этот край Собою обозначив этот край Собою обозначив этот край Первый налет на Москву состоялся 22 июля 41 года Ровно через месяц после того, как началась война И вот в первом налете принимал участие В отражении первого налета принимал участие 17-летний мальчишка Евгений Данилович Гранович Наш с вами Юра друг Который ушел на фронт Автор песен, ставших народными Я весенним лицом переберел за висок Это он написал Героев былых времен не осталось порой имен Тоже он написал Знаете, у каждого человека есть свои маленькие традиции Моя традиция это традиция третьей песни Как третий тост Я прошу вас налейте у кого чего есть Давайте ребята У кого чего есть помянем Наших дедушек и бабушек Которые вот по непонятным причинам Конечно Смогли Смогли остановить весь кошмар И Сегодня смотрят на нас Я думаю, что они сегодня все-таки улыбаются Потому что Вся вот эта вот жизнь Все-таки двигается в каком-то направлении Давайте встанем Помянем их Две секунды буквально Спасибо Давайте выпьем Кого еще есть В полях зависны сонны Лежат в земле сырой Сережка с малой броной И Витька с маховой А где ты в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят Свет лампы воспаленный Сияет над Москвой В окне На малой бронной В окне На маховой Друзьям не встать В округе Без них Идет кино Девчонки И их подруги Все замужем давно Девчонки Их подруги Все замужем давно В полях зависны сонны Лежат в земле сырой Сережка с малой броной И Витька с маховой Но помнит мир спасенный Мир вечный Мир живой Сережка с малой броной И Витька с маховой Сережку с малой броной И Витьку с маховой Первый налет И первым журналете Немцы сожгли Склады со стратегическими Запасами еды Для всей Москвы Люди воевали Очень хорошо Дед мой Встретил войну В Беларуси 29 июня Их окружили Они сидели в обороне Пришли какие-то офицеры Потом пришли Какие-то немцы С этими офицерами Сказали Все, ребята Война кончилась Складываем оружие Сдаемся И вот дед Вместо того Чтобы сдаваться Начал по ним Шмалять из пулемета Немцы у него Всего две мины Истратили Одна мина попала рядом А вторая упала Прямо в деда Ну и вот А вся рота Досидела в концлагере Освенцим До 44 года Вернулась домой Повоевали они немножко Пернулись домой Ну и рассказали бабке Что вот Твой муж погиб Смертью храбрых Это собственные Свои глупости Первый налет на Москву 22 июля Время праздничных Первом утро Новый день пахнет Новым хлебом Над Москвой Летит утро Над Москвою Поет небо Над Москвою Летит утро Над Москвою Поет небо А на небе Полно света И лежит Облаков Вата Белой линией На мольберте Самолетик Летит куда-то Пассажиры Там в креслах Дреблют Под турбины Под гул Теплый Им не надо Бежать под землю И заклеивать На крест окна Самолетик Не надо целить И вносить Упреждения На ветер Он ведь мир На свой путь Стелет Он не хочет Твоей смерти Жизнь Учила нас Грамоте Дням своим Сообразно Наставляя Премудростям Повседневных Вещей Рубежи Нашей памяти Битва Черного Битва Будет жизнь Будет жизнь В этом городе Или не будет Вообще Залп Зениток И вой Сирены И куда-то Бегущие люди И упавшие На взнестины Там, где Жизни Уже не будет Разноцветные Трассеров Нити Небо Пахнущее Бедой И пилот Тололихин Витя Ослепительно Молодой Тот июль Тревогой Окрашен Вход в убежище Подаркой И лежащий Бомбардировщик На асфальт Долетевший Парка Не прошли Они Вбок Отвернули Оборвалась Их Трасса Прямая Это 22 Июля Что Родило 9 Мая Это 22 Июля Что Родило 9 Мая Жизнь Учила Нас Грамоте Дням своим Сообразно Наставляя Примудростям Повседневных Вещей Рубежи Нашей Памяти Битва Черного С Красным Будет Жизнь В этом Городе Или Не будет Вообще Отблестели Ночные Зарницы Пронеслась Голубиная Стая И на праздничном Небе Столицы Самолетика Слетает Дни хорошие Дарит Погода И несет Облака Ветер 41 Трудного Года Мы поклонимся Дням Этим 41 Страшного Года Мы поклонимся Дням Этим Ну и конечно Потрясающее начало Войны Вот я В жизни Придерживаюсь Мнения Что Живая жизнь Всегда интереснее Чем любая Художественная литература Чем любой Акунин Маринина И все остальные Вот И вот Историю Великой Отечественной войны Чем больше Я читаю Чем больше Возникает Всяких вопросов Я вот Недавно Встречался С Дмитрием Анатольевичем Язовым На мероприятии Случайно Я ему говорю Вот сколько времени Надо было Чтобы от Красной площади Доехать до линии фронта Видеть Знаешь сколько Час двадцать По тем дорогам На тех машинах Я говорю Точно Он говорит Да Я на грузовике От Красной площади Доехал за час двадцать До линии фронта Вот Ну и вот Песня посвящения Параду Сорок первого года Парадов Вы знаете Было два Маленький парад Был в Москве Повезло Потому что Москву затянуло Тучами Вот И Но все равно Немцы когда услышали Что в Русске проводят парад Они подняли авиацию И Авиация пыталась разбомбить Кремль Но не нашли Вот Парад шел всего Тридцать минут А главный парад Был в городе Куйбышеве Он же Самара Который продолжался Два с половиной часа В котором принял участие Шестьсот самолетов Двумя волнами Они летали там И порядка Двадцати пяти тысяч человек Всяких Там Пехотинцев Танк Тантистов И прочего Вот И вот Но все таки Парад сорок первого года В Москве И то что Сталин Остался в Москве Шестнадцатого октября Когда все бросились Из Москвы Наверное Стало решающим вкладом В то что Москву удалось отстоять Вот Хотя вот Нам не говорил один ветеран Что От Волоколамска Вот там Где стояла дивизия Панфилова Вы знаете Разъезда Босяка Больше войск не было Вообще никаких Там два милиционера Было с пистолетами Которые стояли на дороге Охраняли Движение там регулировали Вот И вот немецкая разведка Доехала до Химок Значит Доехала до Химок Там их встретила Рабочая дружина С двумя пулеметами Их там Постреляли Немцы развернулись И уехали Вот Потому что у них уже тоже Все это На последнем вздыхании Все происходило Вот Но тем не менее Вот так произошло Потому что Парад 7 ноября 41 год Пучи серым зонтам Скрыли от беды От Кремля до фронта Шесть часов езды Нас врасплох застало Смерти Саранча Над трибуне Сталин С нами здесь сейчас Нас врасплох застало Смерти Саранча Над трибуне Сталин С нами здесь сейчас В 139-й страшный день войны Мы идем, ребята Главной площадью страны Валенки орудия Льюис на плече Сколько еще будет Боевых ночей Сколько еще наших Батальонов рот Перемелет в кашу Этот страшный фронт Сколько страшных строчек Будет впереди Только знаем точно Мы их победим Пусть видит Кремль Монокль Фаршала фон Бока И с неба сыпет снег Чтоб в станками сгореть Идет сражение Битва с запада С востоком И в ней наш выбор Победить или умереть Идет сражение Битва с запада С востоком И в ней наш выбор Победить или умереть Паулюс, Фонк, Люде и Гудериан Пронизали в юго и строй соседних стран Не затупишь быстро сталь круповских ножей Яхрома и Истра, третий рейх уже Только стал Палфилов на рубеж на слой Толонихин крылья расправил над Москвой Под каширой держит немца Катуков Да нас воякам прежним очень далеко От Волоколамска, Яхромы и Клина Мы проложим трассу прямо до Берлина Через все потенки победим мы, брат Помните потенки, этот наш парад Помните потомки, этот наш парад Крохочут гусеницы танковой бригады И турок Аташе меняется в лице А мы идем по Красной площади парадом В шести часах езды от группы армии центр А мы идем по Красной площади парадом В одном часу езды от группы армии центр Ну и я хочу немножко спеть песен Своей любимой танковой серии Ну вы знаете, да, замечательный танк Т-34, лучшая машина всех времен и народов В 41 году Тут очень много всего намешано Вот сейчас замечательные книги появились Например, Калпатиде и, господи, я забываю все время Нет, значит, о Сталине и Берии О том, что происходило перед войной в 1937 году Что 1 мая у нас должен был произойти государственный переворот Под командованием маршала Тухачевского Сделанный по указанию Троцкого На деньги разных западных людей Вот, и вот Т-34 Удивительный танк совершенно Его конструировали как хобби Как лучший танк всех времен Он такой, собственно говоря, и получился Он получился дешевый Но небольшой и очень такой, ну, хороший Вот, и, значит, главный конструктор танка Кошкин, он работал в Харькове Я все время не понимал Зачем нужно было в 40-м году зимой Садиться за рычаги танка И по ночам, поскольку днем нельзя было ехать По ночам приехать в Москву ночью С открытым передним люком То есть человек во время езды простудился, заболел и умер Поставь ты его на платформу Привези его в Москву Разгрузи и покажи Что вот я сделал такое чудо Нет, оказывается, товарищей Была такая, как сейчас говорят, мафия военная Которая боролась с этим танком И вот, чтобы показать его товарищу Сталину Понадобилось зимой, по ночам С закрытым, значит, брезентом верхом Пушку поворачивали назад По нашим замечательным дорогам Вы знаете, да, у нас до сих пор дороги Что нужно сделать, чтобы наши дороги стали европейского уровня? Нужно бомбить Европу нашей русской авиацией По тем дорогам человек сел за рычаги Привез танк в Москву, в Кубинку Туда приехал по телефонному звонку товарищ Сталин Посмотрел на это, он говорит Да, вперед, производим селин Вот, то есть вот через всех вот этих людей перепрыгнули Но это стоило жизни его главному конструктору Вот, ну и дальше этот танк делали Немцы же очень быстро завоевали всю европейскую территорию Нашего страны, Харьков в том числе Харьковский завод перебросили в Нижний Тадил Станки поставили на улице Это еще один подвиг наших родственников Которые смогли вот эту всю промышленность поднять Пять с половиной тысячи заводов Поднять и перенести вот туда Больше никто такого не смог За эти три месяца, которые были тогда Вот И, значит, делали его женщины, дети Значит, которые ставили ящики к этим станкам И производили этот самый замечательный танк Деньги на него собирали всей страной То есть вот маршал Баграмян Генерал Баграмян в то время еще был Он сдал деньги на два танка лично своих Зарплаты свои Вот, ну и дальше этот танк Но все равно, несмотря на все вот эти вот страдания И усилия Система воздухоочистки у него практически не работала Экипаж четыре человека Значит, радиостанция выходила из строя Через пятьдесят километров пробега Потому что на лампах было там все это Тряске выскакивало Вот Радиста звали туристом Потому что он радио не работает Пулемет у него не видно ничего И он помогал механику переключать передачу Три вперед, одна назад Вот А, значит, заряжающий угорал После тридцати выстрелов После сорока Потому что вытяжка не работала И он, как правило, падал Лежал на боеуклад А бой вели два человека Это командир танка Он же наводчик Он же заряжающий И механик-водитель Который открывал передний люк Чтобы было что-нибудь видно А командир танка Ему ставил на плечи ноги, значит, в сапогах И командовал На правое плечо, на левое плечо Либо бил по голове, значит, остановиться надо Потому что стрелять сходу было нельзя Стабилизаторов еще не придумали Вот Ну и вот Броня крепка И танки словно ветры И старшина Налил нам от души Да немец бьет нас в лоб С двух километров А нас его лишь Матом в лоб прошить И новой краской Зеленеют танки Комбат-аборт За Сталина несет Вот только жаль От вражеской болванки Нас никакая надпись не спасет Вы взглядом нас, ребята, проводите Чтоб рычаги Добил во все на сто Небритый черт, механик, свет-водитель Наш Бог-Отец, Бог-Сын И Дух Святой И чтоб наводчик Дьяволу по глазу Версел быстрей Свои маховики И по машинам Вражеским не мазал Всем героизмом Нашим вопреки Из атаки Выйти незадзетым А немца, коль Не задрожит рука Коль попадет так, чтобы Рикошетом А коль пробьет Так сразу, чтоб в БК Ну вот и все Загрохотали трати И лесокрай Окутался огнем А тот, кто будет Жив после атаки Пусть остальных Из кружки померет Броня крепка И танки наши быстры И наши люди Мужеством полны В строю стоят Советские танкисты Своей отчизны Верные сыны Верные сыны Верные сыны Заводи Красная ракета И пошел Танковая атака Красная ракета И на полоказ Мы не видим света Свет не видит нас В триплексах Летает небо И стерня Ну давай, родная Вывози меня А в прицеле Скачет Прямо на ствол Ближняя задача Роща за селом Нам проехать Шутка Болторы версты Только в промежутке На броне кресты Кто второй, кто первый Все не для меня Ты старят пантеры Выдержи броня Пусть поможет Либо дьявол, либо бог Чтоб под их калибры Не подставить Бог несет нам Глица Ветер встречный Калибры Вражеских стволов Мы будем жить Легко и вечно Нам только Пэта взять село Из-за ближней хаты Чей-то длинный ствол Ну давай, ребята Загаси его Все равно Какой мне там Прицеле зверь Выстрел бронебойный Разберет теперь Хруст немецкой пушки Трежнувших костей Цифры на вертушке Шучит скоростей Ты давай, зараза В рычаге играй Только ногу с газа Брат, неубираемое удаление Пора ставим А скорость ноты Разберет И тридцать тонн Уральской стали Летит вперед Летит вперед Рассы снарядов Огненный клубок Вот кому-то рядом Залипили в бок Полыхнула разом В небеса свеча Мы за вас, ребята Валимы сейчас Тишина запела Звонами в ушах Но еще летела На броне душа На небе гуаши Господа купель Вся бригада наша Пять машин теперь А когда затихли Взрывы и стрельба И горела тихо Ближняя изба А над черной сушью Выжженной травы Тихо плыли души Мертвых и живых О облаках Поют гуаши А над рекой Полоска ржи И это поле Снова наше И мы с тобой Смогли дожиться И это поле Снова наше И мы с тобой Смогли дожить Мы вышли из боя И сели за стол Пора наступ Попила обедать И с фаляшки зеленой Налили по сто За общую нашу победу И с фаляшки зеленой Налили по сто За общую нашу победу А первый поднялся Радист наш стрелок Броня говорит Это главное в танке Давай за броню нашу Выпьем браток Что все отразило Болбанки Чуть-чуть ведь Вторым стал наводчик Вехрастый герой Лизанский парнишка Василий За пушку свою Нам налил по второй Она говорит Наша главная сила Нелегкое дело С фашистом война Но все же друзья Как хотите Без дизеля чудики Там кухона Налил нам Петрович водитель Без дизеля чудики Всем вам хана Налил нам Петрович водитель А наш командир Все сидел и молчал Вынимая минутам покоя И только по кружке Тихонько стучал Своей обожженной рукой И только по кружке Тихонько стучал Своей обожженной рукой И глядя куда-то В туманную даль Волупил Оглушительный выстрел А давайте За главную танкодеталь За наших советских танкистов Давайте за главную Танкодеталь За наших советских танкистов По полной За главную Танкодеталь За наших Советских Танкистов Аплодисменты Аплодисменты Я люблю танки Самолеты И тех кто в них летает Ну и вот Я говорил вчера Что я смотрел фильм Посмотрел фильм Белый тигр Я всем рекомендую Посмотреть В 1942 году Немцы сделали Танк Т-6 Тигр Послали его на Ленинградский фронт Для испытаний Испытания были потрясающие То есть 88-миллиметровая пушка Этого танка Пробивала в лоб Т-34 На расстоянии 4 километра Представляете что это такое А Т-34-76 Прицелиться в него Не мог на расстоянии 4 километра Т-34-85 Пробивал в борт Тигр в состоянии 400 метров А Т-34-76 Его не прибивал Ни в борт Ни в борт Ни в лоб Пантера То же самое Вот когда сделали Наши в 44-м году В мае 44-го года Пошел в серию Т-34-85 Который мог воевать На равных с Пантерой Там был экипаж 5 человек А до этого Вот то что было Это было все Конечно Сплошная импровизация Вот И Вот такая Моя тоже ведь Любимая песня Значит Про Это история Классическая Значит Наша Когда Немец По радио Вызвал Немец на Пантере Офицер Значит Предложил нашему Дуэльную ситуацию Давай Говорит Я против тебя Ты на своем Тарантасе А я на Пантере Вот кто кого В борт бить не будем Давай Один на один Ну и наш Сел за рычаги На место Механико-водитель Капитан Командир танковой роты Вот А немец Сел за место Наводчика Ну и что из этого Получилось Описано В длинной песне Я прошу прощения Она длинная Но я ее люблю Почему-то Потому что А нас позвали Поиграться В стрельбе Из танков По мишеням И я пошел Простите, братцы Мне б надо Надавать по шее Ведь мы с тобою То сумели Чего на свете Не бывает Тридцать четверка В самом деле Пантеру в лоб Не пробивает А он ведь гад Имел же право Кричать нам Голосом победным Но на войне Рябой шалали Быть слишком точным Тоже вредно Он ударение Пора ставил Болванкой Бьющей на скаку И нам с тобою Жить оставил Всего Одиннадцать секунд Одиннадцать секунд Ему понадобилось Чтобы немец Был прицелиться Мы занялись Любимым делом Встав утром С правильной ноги Он выбрал место За прицелом А я залез За рычаги Кто выживет Тот будет правым Свобода Просто хохочи И началась у нас Забава Он лупит в лоб А мы молчим Она до мной Смеясь Летает В танкистском шлеме Святый дух А мне стрелок Радис считает Акта Одиннадцати В слух А я забыл Что нужно выжить Давлю руками Рычаги А я все ближе Блин Все ближе Давай Господь Мне помоги И вот Не выдержали Гады Сыграла Фрица В очко И в тыл К себе Полезли Задом Не подставляться Чтоб бачком И хоть не пьяные Хватило Фашисты За рулем Нине Кормою В яму Угодили И встали На дыбы Они А мы ведь Ехали Молча Чтоб пыл Не тратить Боевой И лбами Об прицел Стучали Забитым Бронебойным Ствол И мой Рябой Колян На водчик Нам матом Схлепнуло Любви И через Полсекунды Точно На спуск Ногою Надавил И заиграл На радость Глазу Пиротехнический Эффект Поскольку В той Пантере Сразу Сработал Весь Боекомплект И мне Строгач Кумбриг Денисов Влупил За эти Чудеса Но Наградной Ближайший Список Наш Славный Экипаж Вписал Ну вот и все Просите Братцы Что Слишком Долг Был Рассказ Но Я надеюсь Без оваций Он Интересен Был Для вас Ладони Стер Красивый Выстрел Такой Вот Необычный Бой Давай Братишка За танкистов Что Кручить Техники Любой Давай Капитя За танкистов Что Кручить Техники Любой Где Моя Половинка Ну вот Вы знаете Я готовился К этому Концерту Вот И песни Достаточно Часто Пою Вот А Великая Отечественная Война Это было Такое Групповое Давай Половинка За танкистов Половинка Не пью Тех Такой Я нашел эту песню, к счастью, потому что, конечно, война – это такое мужское хобби, где красивые, умные, здоровые мужчины, одетые в хорошую одежду, накормленные, играют в войну. Бегают, прыгают, ну, там, в кого-то попали, в кого-то не попали. Но есть люди, женщины, которые вынуждены в эту войну вместе с ними играть. Ну, и, конечно, война – это не женское дело, конечно. Ну, вот, мне посчастливилось быть знакомыми с разными людьми, и мне попросили написать о женщинах на войне. Ну, я не знаю, почему-то вот получилось, мне кажется, получилось. Песня очень посвящается этой вечной теме. Потому что существо, которое должно любить, рожать, терпеть, вытирать пот с албой, обинтовать, оно вот вынуждено ненавидеть, стрелять и заниматься чисто мужскими делами все свое время. А судьбы женщин на войне идут особенно непросто, Меж двух сжигающих огней, Меж сил неистового роста, От мне довести до любви, Хотя любовь с войной не дружит, Есть зов природы, зов крови, А есть приказ, что целью служит На фронте просто мужиком, Простым, бесхитростным и смелым. Они ведь вечно с матерком И шуточками беспределом, Они в атаку и ура, Им наплевать на солнце пятна, А ты и мать, и мы сестра, А ты их раненых обратно. Терпи, родименький, терпи, А он хрипит с пробитой глоткой, И то ли умер, то ли спит, От полстакана теплой водки, А ты за пульс его держа, Глядишь на вату небосвода, А ведь тебе еще рожать, Наверное, через полгода, Ведь ты же еще ему жена, Вернее, ему отцу герою, Пускай вздыхает старшина, Вот девки черт жизнь устроил, Он был красавец и герой, Да не вернулся из разведки. Все ново и как мир здоров, Такие вот дела конфетки Над головой твоей кружит Свинцовая стальная бьюга. Держись, родименький, держись, Сестра и мама, и подруга, Старуху злобную с косой, Ты в сотый раз перехитрила, И пряткой легшей на висок, Надежду в душу нам вселила. Старуху злобную с косой, Ты в сотый раз перехитрила, И пряткой легшей на висок, Надежду в душу нам вселила. И судьбы женщин на войне, Вот судьбы женщин на войне. Дорогие друзья, В этот праздник всей державы, Мысли сияют между глаз, Силы есть у нас и слава, А не только нефть и газ. В этот праздник так похоже Теткам всем и мужикам, Что у нас есть вера тоже, А не только УПК. Он напоминает братцам в Бонне и на Колыме, С нами надо насчитаться, А не только нас иметь. В этот день поет природа, Жизнь сияет огурцом, И советского народа улыбается лицо, И папаши, и мамаши водку льют на колбасу, И на бумерах всех наших Ленту-гвардию несут. Пьют законные ветераны, Кашу гречневу жуют, И в свои больные раны Водочку под песни льют. В этот день ликуют души И в плацкартном, и в купе, И от переса до буша Поздравляют ВВП. И с утра до самой ночи Отмечают он и я, Как мы запад круто, Очень по буквально всем статьям. Пусть они в бессильной злобе Вертят властелин колец, Помним мы, как в 45-м Всем он наступил конец. Пусть у них там Мерседес, и Сименс, и Жульен Бинош, Мы им всем нерусским бесом засадили все равно. И повсюду повсеместно, Флаги славные висят, Нарьем себе по 200, Их по 250. Моя любимая песня, Рожденная лет 8 назад, Когда я вышел вниз, 9-го мая, Торопился на какой-то праздник, Куда-то. Видел, внизу стоит большая, Черная, красивая немецкая машина, А у нее на антенне Привязана маленькая, Двухцветная, Черно-оранжевая, Гвардейская лента. Финал простоты с красотой Текущего сего момента Над Мерсо-немецким бортом Трепещет гвардейская лента Над Мерсо-немецким бортом Трепещет гвардейская лента Прицепленная поутру Над круповской бешеной сталью Трепещет она на ветру, Пронзая столичные дали Трепещет она на ветру, Пронзая столичные дали Над Опелем и БМВ, Над Кайзером, Сименсом, Бошем Над жизнью в столице Москве Что ГАЗ так и не укокошил Над немцем и над москалем Таджиком, хохлом и евреем Над гумом, а шаром, кривлем Гвардейская леточка леет Клопаем! Над гумом, а шаром, кривлем Гвардейская леточка леет Путь жизнь наша, ешь твою медь То красным, то белым, то синим Фашиста никто не сумел Сумела одна лишь Россия Фашиста никто не сумел Сумела одна мать Россия И пусть мы больны головой И чуждый нам разум и жалость От славы твоей боевой Нам ленточка эта досталась От славы твоей боевой Нам ленточка эта досталась Она летит в красивом одиночестве Из той весны лихой победный клич И грустных мыслей дувать мне не хочется И с Мерседесом сравнивать москвич И с Мерседесом сравнивать москвич Вот, я заканчиваю уже Ну Как член КПСС 78 года Который никуда не выходил Из этой замечательной организации Больше мне нравится петь хору Дайте попробуем Жалко, что вот Витя ушел А? Зови, да, давай, скажи Требует, Калинкин требует Напился, требует, булянет Требует с аттестфакцией Включил порнуху И, в общем, издеваются над зрителями А пока они идут Я хочу прочитать стихотворение Посвященное замечательному ветерану Великой Отечественной войны Но всем ветеранам, в общем-то Дорогие друзья, 9 мая Самое главное, чтобы мы им просто пожелали добра Тем, которые остались живы Он жил во вредную эпоху Насквозь прошитую войной Где то, что получалось плохо Лечилось пулей в основном Где так стремились к коммунизму Не замечая прочих нот Что начинало кровью брызгать Из лязгающих шатунов Он дебри пересек лесные Тридцать девятых и седьмых Когда бросала в ночь Россия Своих героев фронтовых Набитый мертвым комсоставом Знакомых множество его А тот бурелом с дурной славой Ему не сделал ничего Другие приходили годы Сквозь Халхенгол И Южный Буг Врывались страны и народы В его звенящую судьбу Отражало тело от удара В атаку бедом шли кольцо И отблеск танковых пожаров Ложился медью на лицо Входили в линии прицелов За высотой и высота Его крушили батареи бетон И круповскую сталь И через страны и границы То навесным, то просто в лоб Вели истории страницы Калибрами своих стволов Да, столько дел он сделал Разных И путь свой собственный тарил Не просто выполнял приказы Задумал, взвешивал, творил Не стал ни камнем, ни калекой Привычным схемам Вопреки оставшись просто человеком С мужским пожатием руки Если когда-нибудь вместе встречается Несколько старых друзей Все, что им дорого Припоминается Песня звучит веселей Все, что им дорого Припоминается Песня звучит веселей Редко друзья нам встречаться приходится Но уж когда довелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Пусть вместе с нами Семья Ленинградская Рядом сидит у стола Вспомним, как русская Сила солдатская Немца за тихвин гнала Выпьем за тех Кто неделями долгими В мерзлых лежал в блиндажах Бился на ладане Дрался на полхове Не отступил ни на шаг Выпьем за тех Кто командовал ротами Кто замерзал на снегу Кто в Ленинград пробирался болотами Горло ломая врагу Кто в Ленинград пробирался болотами Горло ломая врагу Будут на ветви В преданиях прославлены Под полетной пургой Наши штыки На высотах Синявина Наши полки Подомгой Наши штыки На высотах Синявина Наши полки Подомгой Выпьем за тех Кто погиб под Синявина Тех кто не сдался жильем Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова нальем Выпьем за Родину Выпьем за Сталина Выпьем и снова нальем Встанем и чокнемся кружками стоя мы Братство друзей боевых Выпьем за мужество павших героями Выпьем за встречу живых Выпьем за мужество павших героями Выпьем за встречу живых Выпьем за русскую, удоль тепучую За богатымский народ Выпьем за армию нашу могучую Выпьем за доблестный флот Выпьем за армию нашу могучую Выпьем за доблестный флот Вы знаете, 9 мая для меня это отдельный праздник такой, который стоит среди всех остальных, особняком Почему это я не знаю, хорошо это или плохо неизвестно Когда-нибудь Господь разберется со всеми нашими проблемами А я сейчас хочу спеть предпоследнюю песню, которая была написана в результате поездок с отрядом Победа Который базируется в этом замечательном клубе Руководит этим клубом Алексей Александрович Елистратов Аплодисменты ему, пожалуйста Человек, который по непонятным для меня причинам Помогает тем, кто с земли поднимает нашу историю Наша война лежит на глубине 80 сантиметров в городе Зубцове Кому интересно, подавайтесь, ездим Это потрясающее совершенно поездие Я туда ездил 4 раза Каждый раз происходили вещи, по сравнению с которыми все фильмы Феллини полный отстой Это вот здесь и сейчас Вы поймете, в чем там дело, если вы туда хотя бы раз поедете Там что особенного нет Там нет никаких чертей, вылезающих из болот Просто происходят какие-то совершенно непонятные, необъяснимые вещи Я там нашел бойца Ну и вот песня, посвященная нашей с вами славе Нашей с вами памяти Наши с вами Горы нашему славе Потому что, конечно, потери, которые потерпел Советский Союз Были невосполнимые Это видно вот сейчас, когда просто людей уже не хватает Мужиков не хватает прежде всего Но я считаю, что человеческая жизнь – это память Потому что одинокий человек, который не помнит ничего Это несчастное забитое существо Человек, который помнит, что у него дед воевал в Беларуси И вместо того, чтобы сдаться, продолжал воевать А отец воевал в Афганистане И героически там сражался Выполнил все боевые задачи Остался жив и оставил живыми своих солдат Это сразу делает жизнь человеческую совершенно другой Потому что за каждым из нас, я это говорил уже, сейчас еще расскажу Что у каждого из нас тысячу лет назад был миллион родственников Которые сейчас смотрят на нас с неба И уйти от этого взгляда невозможно А он мне снился третий день Вернее, снился третью ночь Сперва я думал, три бедень И отгонял виденья прочь Но в свете утренней зари Плеснуло в душу кипяток Он просто тихо говорил Ты откопай меня, сынок Лопатка, фляга, весь мешок И две гранаты РГД Сосенки, ствол, карандашом А возле них мой юный дед Пропавший без вести войну Пробелом между страшных строк Ко мне ладони протянул Ты откопай меня, сынок Лопатка, фляга, весь мешок Мне Бог послал хороший день И электричку, и такси И взгляды сонные людей Помилуй Божий и спаси И я как будто бы здесь жил Узнал окопчик под сосной И вновь ночные миражи Сплелись в виденье одно И ржавой каске рваный бок По лезвию заскрежетал И в руки мне подземный ток Потек сквозь высветший металл И я услышал взрывы мин И я почуял боя злость И детей трассеров огни Меня пронзившие насквозь И замер ветер вышине И время свое прервало бег И я почуял, как ко мне Подходит сзади человек Ладонь кладет мне на плечо И обернуться я не смог И налетело горячо Спаси Господь тебя, сынок Поиски потерянной памяти Поиски потерянной жизни Очень непростое занятие Чтобы это делать всерьез На страны расстеленной скатерти Снова кровь пролитая Брызнет Выдержишь ли ты испытания Сам себе ответь на вопрос Сам себе ответь на вопрос Спаси Господь тебя, сынок Ну все, наверное, дорогие друзья Да, крайняя песня Любимая моя песня Тоже Написана тяжелым осенним вечером Когда все было хреново И тут появилась звездочка Лежащая под ногами Откуда она была в грязи Чертанова Непонятно, но она была И появилась вот такая песня Кто первым стал Того и будут тапки Вот жизнеобаятельная суть Лишь маленькая звездочка на шапке Мне лучиком указывает путь Вот радости источники иссякли И лезет в репу всяческая муть Но тихо шепчет звездочка на шапке Давай, браток, прорлемся как-нибудь Осколочек времен тоталитарных Где жизнь была на диво хороша Из бытия частиц элементарных Из коих моя собрана душа Не верящая в быстрый крест на пузе И в то, что день вчерашний только тьма Родившаяся все-таки в союзе Любви и веры, чести и ума Я октябренком был и пионером Уж вы простите, как кому везет Моей наивной, бестолковой верой В последний, самый маленький я плод Я никого, друзья, не укоряю Как уроженец этих самых мест Я просто тем друзьям не доверяю Кто быстро поменял ее на крест Хранится в ней на зло стараниям новым Что родина считалась для меня Таджикистан, Армения, Молдова И Крым, и Украина, и Чеченя Мы не страдали тягой к коммунизму С уму не избегали и тюрьму Под нею мы свои прожили жизни И, в общем-то, ребята по уму Под нею совершали мы победы И вражеские били миражи Под нею моего прервалась деда Коротенькая воинская жизнь Над нами жизнь свирепствует, как водится Кого-то полу, а кого-то в лоб Но я уверен, все же распогодится Тем, кто сберег ее лучи и тепло Кто первым стал, того и будут топти Вот жизни обаятельная суть Лишь маленькая звездочка на шапке Мне лучиком указывает путь Вот радости источники иссякли И лезет в репу всяческая муть Но тихо шепчет, звездочка на шапке Браток, прорвемся как-нибудь Но тихо шепчет, звездочка на шапке Не бзди, браток, прорвемся как-нибудь Я извиняюсь за информацию литика Все, Виктор Глебович Прости меня, пожалуйста, за то, что я Сколько скажешь, что ты Вот, вот Нормально?